Добрый день! Сегодня вы не увидите меня. Сегодня мы показываем, как пекут мацу. Итак, мука. И, с другой стороны, будет сейчас вода. Вы видите, справа настраивают часы, у них есть всего 18 минут. От соприкосновения воды и муки есть 18 минут. Смотрите, как этот парень тяжело и быстро замешивает. Я на него смотрел, он явно выглядел выходящим из Египта. Сейчас у него уже заберут готовый замес. Вот он его размял. Вот у него уносят первый замес. А вот пошел второй. За 18 минут он делает несколько замесов. Обратите внимание, этот парень с полоценцем на голове, чтобы капли пота не попали в тесто, иначе оно заквасится. Сейчас здесь мы расскажем о том, собственно говоря, что здесь происходит. Итак, полностью ручной процесс. Вы видите, эти крепкие молодые парни разминают это тесто, все руками. Мы снимали это 14-го Ниссана после полудня, в то время, когда уже есть запрет кушать хамец. Но есть мнение, что именно в это время нужно испечь мацот для митцвы, для заповеди ночного седра, для леля седра 15-го Ниссана. Именно в это время приносилась пасхальная жертва. Поэтому есть мнение в Иерусалимском Талмуде, что именно в это время и нужно испечь мацот для заповедей. И несмотря на то, что мы не приносим сейчас пасхальную жертву, все равно заповедь выполнить, испечь мацот именно в эти часы. Та самая дорогая мацот, которая может быть. Три мацот для пасхального седра стоит 180 шекелей. Вот сейчас он закончил, сминает, видите. Сейчас это понесут дальше, на раскат. Сейчас там на столах вы видите, как мацот раскатывают. И она принимает вот эту вот характерную для ручной мацы круглую форму. Смотрите, как красиво он ее бросит сейчас на стол. Сейчас вот. Оп. Потом раскатывание делают дырочки. Сейчас вы видите шест, который кладут. Этот шест с одноразовой бумагой. Его кладут и со стороны печки. Вы сейчас это видите. А сейчас вы это видите со стороны комнаты, где есть замес. Пошло в печку. Новая порция. Вот эти дядьки в штраймалах. Это те, кто наблюдают. А это отходы. Не думайте, что это грязь. Это отходы. Та мацот, которая не сложилась, ее потом уберут. Сейчас, оп, шест пошел в печь. Вот. А это мацот, которой нужно проверить, не сложилась ли она вдвое. Поэтому он ее отложил. Вот этот дядечка с белой бородой. Он самый большой профессионал. Следит за тем, чтобы мацот не сгорело. Он разбирается, сколько точно она должна быть в печи. Это две самых больших должности. Тот, кто кладет, и тот, кто вынимает из печи. Вот сейчас вы видите, как мальчик снимает бумагу, которая уже один раз была использована. И сейчас вы видите, как одевают новую бумагу, чтобы крошки на шестах не оставались. Все одноразовое. И все. Большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...